Приветствую! Сегодня мы поговорим о новых приговорах за уклонение от мобилизации, которые вынесла судебная система по статье 336 Уголовного кодекса Украины. А здесь есть о чем поговорить, потому что мы вышли на принципиально новый уровень, новых показателей достигли, которые, к сожалению, не очень хорошие. Когда я говорю новые приговоры, я имею в виду приговоры за февраль месяц 2024 года. Почему я только сейчас о них говорю? Да потому что в реестре судебных решений приговоры появляются с определенной задержкой. И для того, чтобы дать вам статистику максимально объективную, я вынужден ждать неделю-две для того, чтобы успели внести все приговоры в реестр, которые были вынесены в феврале, и, соответственно, мы их все смогли увидеть и оценить. Итак, перейдем к делу. Какая у нас статистика за февраль месяц? А за февраль месяц судебная система Украины вынесла следующее количество приговоров. 38 реальных и 79 условных. Что значит условный приговор, какова судьба этих людей и могут ли их призвать в связи с мобилизацией, мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на соотношение количества приговоров. 79 условных и 38 реальных. Почему я обращаю ваше внимание на это? Потому что в сети до сих пор есть мысли о том, что, ой, не страшно, это мобилизация, мол, даже если меня призовут, я откажусь от службы, и что они, мол, сделают? Ну, будет неусловный приговор. Но это не так. Обратите внимание на то, как изменялась статистика. Кто давно смотрит мой канал и смотрит вот эти обзоры судебной практики, знает, что давно, в 22 году, у нас было всего лишь 4-6% реальных приговоров. Потом эта статистика потихоньку росла, 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 и мы 23 год закончили соотношением 1 к 3 где-то, да, где треть составляли именно реальные приговоры. То посмотрите, 24 год, февраль 24 года, это рекордное соотношение количества реальных приговоров к условным. 38 на 79, то есть соотношение, по сути, уже 1 к 2, такого соотношения еще у нас не было. А это о чем свидетельствует? О том, что судебная система более жестко подходит к вопросу уклонения от мобилизации, к вопросу назначения наказания для людей, которые уклоняются от мобилизации. И в этом плане вот эта мысль, что, мол, получу условку, она, ну, как бы, не совсем жизнеспособна, да, мы видим, что все больше и больше приговоров получают именно реальных. Ну, и, кстати, да, нужно сказать, что есть еще и один приговор оправдательный, но его нужно рассматривать отдельно, потому что он достаточно интересный, и об этом мы поговорим уже в следующем видео. А сейчас мы поговорим о том, за что людям выносили соответствующие приговоры по статье 336, и что будет с теми, кто получил условные приговоры. А в первую очередь хочу обратить внимание на то, что все люди, которых привлекли к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, прошли ВЛК и, соответственно, были признаны пригодными. То есть никого не призывают на службу в армии и не привлекают к уголовной ответственности в случае отказа от воинской службы без прохождения ВЛК. Теперь следующий вопрос у нас. Как люди уклонялись от воинской службы? Здесь, по сути, набор стандартный. Люди не брали повестки. Брали повестки, но не являлись по повестке. Они являлись по повестке, но отказывались от отправки в учебный центр. Либо с самого начала писали заявление о том, что они отказываются проходить от службы в армии. Теперь переходим к последнему вопросу. А что будет с теми людьми, которые получили уголовное наказание? И в виде условного приговора. Их, естественно, отпустят из зала суда. Люди эти будут проживать дома, работать на прежней работе, вести, в принципе, прежнюю жизнь, за исключением одного. Им нужно будет являться в органы пробации. Можно ли таких людей призвать? Можно ли таких людей привлечь к уголовной ответственности в случае отказа? Да, да. На оба вопроса ответ положительный. И он подтверждается судебной практикой. И уже было подобное дело, по меньшей мере. Пока еще одно дело я такое встречал. Но, тем не менее, оно уже было. И здесь противоречий никаких нет. То есть человек, который находится на условном сроке, так называемом, он может получить повестку, то есть не запрещает закон вручать ему повестку на отправку. А дальше, дальше, если он откажется от этой повестки, либо просто откажется от прохождения службы в армии, его могут привлечь снова к ответственности, снова открыть уголовное производство. Суд. И суд уже в этой ситуации скажет следующее. Поскольку, поскольку ты второй раз отказываешься от мобилизации, то здесь тебе будет уже реальный приговор. То есть повторно рассчитывать на условку вообще не стоит. Там будет в 100% случаев реальный приговор. Допустимо ли вообще это? Допустимо ли повторное вручение повестки, повторный призыв людей, которые уже отказались. И нельзя ли говорить, не стоит ли говорить, что это же одно и то же преступление. Во-первых, ничто не мешает, закон не запрещает вручать повестку такому человеку. И второе, это не будет, вернее так, это будет одно и то же преступление, но совершенное два раза. То есть человеку дали ведь один раз повестку, за это он понес уже наказание, за то, что он взял повестку там и отказался от мобилизации. И второй раз ему дают повестку, он либо отказывается от повестки, либо пишет заявление на отказ от воинской службы, неважно. Суть одна, его призывают, он отказывается. И второй раз он может быть признан, соответственно, виновным. То есть здесь по аналогии, ну, какая аналогия может быть? Мы платим налоги, да, и вот человек не платит налоги, получил штраф. Может ли он после этого не платить налоги, не боясь, что его накажут? Ну, конечно, не может. Мы прекрасно понимаем, что человек, который был наказан за уклонение от уплаты налогов, если он продолжит уклоняться, он снова будет привлечен к ответственности. Здесь та же самая история. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите вот здесь на экране. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия, и, конечно же, мира. Пока-пока.